Доброе утро, друзья! Напомню, вы смотрите программу «Утро» студия «Хорошего настроения» на телеканале СТВ. 25 июля, вторник, лето. Лето – замечательная пора, пора отпусков и пора летних каникул. Каникулы для детей, конечно же, это радость, но для врачей и спасателей, к сожалению, самая горячая пора. Ведь именно в это время ребятишки подвержены большей опасности и способны угодить в неприятную историю. О том, что должны помнить родители и знать дети, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, мы поговорим с нашими гостями. Итак, в студии «Хорошего настроения» заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Виталий Дембовский и официальный представитель МЧС города Минска Ольга Мельченко. Доброе утро! Рады вас видеть у нас в гостях. Ну а сладкие подарки предоставлены партнером программы «Кондитерская фабрика Видьба». Бисквитные сладости от «Видьбы» – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Видьба» наполняем жизнь вкусом. Итак, еще раз доброе утро. Наши старые знакомые, можно сказать, особенно Виталий, у нас частый гость. Но тем более... Нам приятно поздравить вас с Днем пожарной службы, ведь это одно из подразделений МЧС. Следовательно, и вас касается, что называется, некоторых на самую прямую. Поздравляем от души, но просто в вашем лице мы можем передать привет и искреннее поздравление и слова благодарности вашим замечательным героическим коллегам. Огромное спасибо. Какие специальные бонусы в честь праздника намечены в структуре? Самый главный бонус – это, в общем-то, сам праздник, осознание того, что мы принадлежим к этой службе. Потому что именно из пожарной службы, как было правильно сказано, и образовалось современное ведомство МЧС, которое сегодня занимается широким спектром задач по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако самая основная распространенная, скажем так, беда, которая сегодня происходит – именно пожары. Поэтому мы помним свои истоки, мы гордимся. И несмотря на то, что сегодня праздник, сегодня подразделения МЧС несут свою службу точно так же. Но огнетушитель всегда наготове, да, что называется? Естественно. Поэтому самым лучшим подарком для всех представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям будет то, что мы будем очень серьезно относиться ко всему. И ничего такого не случится сегодня. И ребята просто проведут этот день с позитивом в кругу коллег, семьи. И, собственно, будет хороший день. Да, Лидарий? Отложите спички в сторону. Давайте послушаем, как наши гости рассказывают о своих буднях. Кстати, ну давайте уже так про детей поговорим. Вообще, насколько проблемы сейчас летом возникают? Какие проблемы подстерегают детей? Где в основном? Ну и как мы можем какие-то меры предпринимать для того, чтобы избежать трудностей? Да, действительно. К сожалению, есть такая проблема о том, что летом дети зачастую предоставлены сами себе. И не всегда родитель будет знать о том, чем ребенок занимается и какие опасности его могут подстерегать. В частности, если будем говорить о более маленьких детях, то, к сожалению, имеют быть место такие ситуации, когда дети могут играть с различного рода игрушками. И вот может застрять пальчик, они могут неправильно его сложить, либо какой-то маленький кусочек отколоться, они могут его проглотить. В общем, различного рода такие вот нюансы, маленькие, для маленьких детей, к сожалению, имеют быть место. И ввиду этого родитель обязан всегда смотреть за ребенком, держать его, будем говорить, так на расстоянии вытянутой руки, и быть в курсе, чем и как он занимается. И, конечно же, я бы хотел отметить, касательно детских игрушек, в частности, казалось бы, игрушки, что в них опасного, но я бы хотел обратить внимание на тот самый возрастной ценз, который пишется на упаковке любой детской игрушки. Если написано, что эта игрушка от трех и выше, то это написано не просто так. Производитель закладывает определенные стандарты, определенные диаметры тех же отверстий, величину деталей. И о чем говорила Ольга, чтобы не попадать в эти ситуации, чтобы ребенок безопасно играл, надо учитывать и этот фактор. Ну и, конечно же, надо смотреть не только, с чем играет ребенок, но и где он это делает. Он должен делать это под вашим присмотром, либо под присмотром других взрослых, организованно и в месте, где будет безопасно, в месте, которое предназначено для игр. А какая сейчас статистика вызовов, обращений, ну, ситуации с детишками? Казалось бы, погода не жаркая, на воде, наверное, дети проводят сейчас меньше времени, собственно, как и взрослые. То есть, наверное, вызовов по каким-то утоплениям или проблем на воде практически нет. А вот какие вызовы сейчас? На самом деле, к счастью, в городе Минске таких случаев серьезных не зафиксировано, серьезными травмами, увечьями или, не дай бог, гибелью. Однако на республике, если смотреть, мы имеем, к сожалению, и случаи, несмотря на нежаркую погоду, и случаи утопления именно детей. Поэтому здесь, наверное, не важно, сколько таких фактов. Важно, что они имеют место быть до сих пор. И даже одна такая ситуация заставляет задуматься. Ведь тому родителю, у которого уже погиб ребенок, уже ему не легче. И поэтому я призываю просто не засматриваться на цифры статистики, а пытаться случаи эти свести к нулю, как говорится. Это наша абсолютная позиция. Ну, а хотелось бы еще услышать пару слов. Вот все-таки половина лета завершена, есть какая-то определенная статистика. Еще вторая часть нам предстоит. На что обратить внимание, какие проблемные вопросы есть, по каким вопросам большее количество вызовов, чтобы мы могли, ну так, не знаю, внимательно вторую часть лета провести и дети, и взрослые. Если мы отдыхаем на водоемах, то обязательно должны быть установленные места для плавания. Ни в коем случае мы не должны заплывать за бойки. Если, допустим, наши дети отдыхают в какой-то группе, допустим, при школьном лагере, либо куда-то выехали на природу вместе с какими-то своими одногруппниками, либо одноклассниками, они в любом случае должны быть под присмотром взрослых. Ни в коем случае нельзя также нырять в неустановленных местах. И, в принципе, отдыхать на таких площадках, где, будем говорить так, дно не оборудовано, не осмотрено, и рядом нет спасательных станций. Что касается, допустим, отдыха на даче, в том числе и маленьких детей, то обязательно родители должны присматривать за своими детьми. То есть вот так плавно все равно разговор у нас к детям перешел, потому что это для нас самое главное богатство, ценность. Может быть, можно посоветовать родителям что-то делать, как себя вести, и вообще в целом, можно ли сказать, что бдительность родителей сейчас все-таки возрастает? Или наоборот, родители, может быть, стали более такими спокойными, дали гаджет ребенку и сами своими делами занимаетесь? Именно родители являются главным авторитетом для своего ребенка, и в том числе не только, в широком смысле слова, в воспитании его, а именно в донесении вопросов безопасности. То есть вопросы не только контроля за ребенком важны, но крайне важны вопросы обучения безопасности, потому что всю жизнь ребенка не проконтролируешь, и когда-нибудь он все-таки вырастет. Основные правила безопасности подвержены обычной человеческой логике, но важно об этом помнить, о том, что у детей другое сознание, ну и, как говорят, это пытливый ум, который способен завести их туда, куда завести не нужно. Поэтому нужно сначала смотреть, потом объяснять, почему это опасно, к слову, на сегодняшний день мультимедийных материалов более чем достаточно. Кстати, говоря о мультимедийных материалах, я вот думаю, Ольга расскажет, есть у нас небольшие хитрости, которые мы сделали в помощь родителям. В помощь родителям. Мы живем вверх информационных технологий, и мы очень хотим идти в ногу со временем. Таким образом, Министерством по чрезвычайным ситуациям был разработан целый ряд серий мультиков специальных, которые называются «Волшебная книга». Мультики направлены на обучение детей правилам, основам безопасности, жизнедеятельности в различных местах. Для более взрослой аудитории у нас еще разработано приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом», которое призвано не только в онлайн-режиме оповещать о надвигающихся опасностях, в том числе именно и природных опасностях, но и давать советы о том, как стоит поступить. А также там есть всякого рода обучалки, которые помогут взрослым людям найти себе ответы и протестировать себя по знаниям в сфере безопасности. Для того, чтобы подытожить наш разговор, который все-таки по большей части касался безопасности наших детишек, я напомню, что с начала года возбуждено 19 уголовных дел по статье «Оставление в опасности». Поэтому, дорогие родители, будьте бдительны, будьте всегда на чеку, берегите свое сокровище и личным примером показывайте, как надо делать, где прыгать, как вести себя на природе, как разжигать костер, если он действительно нужен. Показывайте, учите своих детей, и они вырастут в прекрасных людей, которые не будут доставлять много хлопот сотрудникам МЧС. Ну, если вы позволите, пользуясь случаем, что-таки в этот праздничный день, я хотел бы поздравить своих коллег от лица Минского городского управления МЧС и от себя лично с нашим праздником. Пожелать здоровья вам и вашим семьям, ну и, конечно же, сухих рукавов. Спасибо, мы присоединяемся к поздравлениям. Мы благодарим за то, что заглянули к нам в гости, поделились ценными советами. На студии были заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Виталий Дымбовский и официальный представитель МЧС города Минска Ольга Мельченко. Беларусь Виталий Дымбовский